Девушки отдыхают 2018 год для развилки был довольно удачным. В первую очередь хочется отметить, что мы как никогда исполнили бюджет по доходам. У нас перевыполнение бюджета в этом году, поэтому мы рады, что мы смогли выполнить все взятые на себя обязательства, расплатиться по всем платежам. И у нас остался задел на начало 2019 года. Приоритетным направлением работы в 2018 году было благоустройство. На территории поселка Развилка и в деревнях поселения на некоторых участках был заменен асфальт. В рамках программы «Светлый город» установлены фонари на детских и спортивных площадках. Проведен ремонт в подъездах многоквартирных домов. Данная работа продолжится и в этом году. Уже сейчас сформирован список подъездов, стоящих на очереди. Проводилась активная работа как с молодежью, так и со старшим поколением. Оказывалась адресная социальная поддержка, а также возобновил работу местный совет ветеранов. О работе депутатов поселения рассказал председатель совета Владимир Градов. За отчетный период на заседаниях было рассмотрено порядка 72-80 вопросов и принято по ним решение. Хочу сказать, что совет работает в постоянном тесном сотрудничестве с нашей администрацией, администрацией района и советом депутатов района. Выступающий следом председатель районного совета депутатов Станислав Радченко призвал сохранить взаимодействие, которого достигли народные избранники. Более активно привлекать к диалогу, к доброму, понятному, конструктивному наших активистов, наш актив поселения. Потому что только в этой одной связке, одним единым фронтом мы сможем все проблемы решить. И, собственно, у нас есть для этого все возможности. В своей речи глава Ленинского района Валерий Венцель отметил важность консолидации муниципальной и местной власти в работе с обращениями граждан. Совместными усилиями и районная администрация, и все службы настроены именно таким образом. У нас нет моего, твоего. У нас все общее. Именно с таким подходом мы идем на работу. Именно с таким подходом мы выполняем поставленную задачу. Особо отличившиеся в труде на благо развития поселения были отмечены благодарностями, грамотами и памятными подарками. После этой приятной процедуры представители администрации были готовы ответить на вопросы, поступившие от жителей в ходе отчета. Больше всего населения волновала работа служб ЖКХ, оказание неотложной медицинской помощи и вопросы благоустройства. Все поступившие обращения взяты на контроль администрации района. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.